всем привет принес мне вдруг такой вот кухонный ножичек купил он его себе тут же зашел в заточку попросил чтобы у него у этого ножа заузили вот этот край ну его как видите закосячили как попало вот здесь все это сточили причем это он за это отдал даже 500 рублей притащил ко мне попросил попробовать исправить еще ему не нравится ручка но сильно большая неудобно нужно пучка покороче сейчас вот эту вскрою и посмотрю что там внутри можно или нельзя переделать для начала нужно снять вот эту вот ручку посмотреть что там внутри для этого сейчас мы соблю клепки и продолжим не знаю зачем вообще нужны были клепки но это выглядело всего лишь вот так вот и причем это было даже не залито я спокойно высверлил клепочки тюкнул молоточком а это все вылетел и так вот у сделаю то есть не доходило даже до первых лет ну что значит буду делать с одной монтаж разу пропили болгаркой вдоль шпильку ставлю здесь вот просверлю отверстие или склепаю буду удлинять ручку но этим я займусь позже а сейчас попробую выправить вот эти вот косяки которые наделали заточники показывать не буду наверное ничего сложного обычный гриндер маленько выровняю и покажу конечный результат так ну вот распилил шпильку немного подправил спуски теперь надо будет в этой шпильке сейчас просверлить отверстие сюда вот так вот и вставить и потом гвоздиком расклепать рукоять для этого тесачка буду делать наборный по краям текстолит вот этот дуб ставочки оленей рок или посередине будет палисандр ну и соответственно между вот этими всеми ставками будет тонкая черная кожа захотелось маленько поэкспериментировать с деревом посмотрим что из этого выйдет вот во всех заготовках просверлил отверстие сквозные сделал из одной части текстолита сразу больстер потому что здесь вот надо чтобы закрыто все было плотненько и сделал шпильку есть вот гвоздиком расклепал или это все надо собирать в кучу и начинать клеить вот примерно что-то такое должно получиться от лезвия текстолит оленей рок дуб палисандр дуб опять оленей рок текстолит здесь вот хвостовик закручу гаечку потом ее скруглю расклепая и будут еще вставки кожаные вот из такой вот кожи так посадил все это дело на эпоксидку оставляю минимум на 12 часов пока она полностью не вызовет эпоксидка сохла практически сутки чуть чуть меньше там часа на два можно собирать дальше теперь мне надо отпилить вот эту шпильку и расклепать чтобы гаечка не откручивалась такую часть оставил где-то около миллиметра этого будет достаточно круговыми движениями начинаю включить думаю достаточно остальное обработается на гриндере так получилось форму буду делать чуть-чуть на утолщение к тыльнику по мере изготовления буду чуть-чуть показывать вот уже что получилось на черновую обработку решил сделать вот такую форму ручки чтобы при рубке мясо там она не выскальзывала сидела удобно в руке теперь остается обработать это все на чистовую и заполировать после обработки наждачной шкуркой вот уже что получилось сейчас заклей бумажным скотчем вот эту вот деревянную часть линии рог и текстолит вот эти вот две стороны ну и соответственно вот эту гаечку отполирую на войлочном круге на наждачке ну и для сравнения вот такая вот ручка была причем вот эти клепки были фальшивые они были просто для красоты а лезвие было вставлено всего лишь на три сантиметра и там на два с половиной то есть вот такое вот торцы полирнул чуть-чуть вот темнота от оленевого рога вырезана ничего страшного осталось все покрыть лапом пропитывать буду несколько слоев специальная пропитка на основе льняного масла чуть-чуть тонирует саму древесину защищает покрыл пока что на два слоя оставляю до завтра завтра еще слоя три и топорик думаю будет готов вот пропитка впиталась и высохла и сачок практически готов сейчас скрою само лезвие и останется только заправить кромку так скажем заточить вот так вот он стал выглядеть вполне ничего себе не так кажется пошел точить я думаю достаточно так вот вот